А вы знали, что в маркетплейсах есть социальные сети? Продаж за новогодние праздники будет гораздо больше. Конечно же, на Вайлдберрис. На ВБ заказ отнес в минус 25 градусов. Друзья, помните, я рассказывал про дырку в заборе Вайлдберрис? Помните, у меня была такая повесть? Ух ты, ешкин кот! Не теребонькать руками, но это же невозможно. Кокодельница в деле, впел сварить борщец. Вон он там. Женщинам, кроме Москвы и Питера, отправили где-то утро. Тестирование новой упаковочки. Какой бы супердизайнер вам его не делал, если у вас нет рейтинга на карточке, будет она валяться внизу. Все хорошее, надеваю сразу. Показываю за кулисой, вон тут джаз чего творяет. У нас страдают отзывы. Мне сделали замечание, типа, а что вы там в выпуске, а не в ваших браслетах? Когда вы заходите на маркеты, то не забывайте про самовыкуп. Надо помогать друг другу и пытаться в непростых условиях тоже двигаться вперед. В минус 20 отвозить что-то на ВБ. Ну а что делать? Что делать? Надо развиваться. Красивые двойные. Скубу тоже нравится. Ку-кухой поехал уже в 3 часа ночи. Мы встретимся фразами честными, задержками на двоих. Губительная слабость на двоих. Губительная радость. Мурашки, посты, ноги по холодному паркету. Вот. По поводу хорошо сработал инструмент рассылка бонусов. Я тут его про... Ну я его, короче, получше с ним научился работать. Скажем так, рассылка бонусов. Это имеется в виду, что пуш-уведомления приходит клиенту, который либо лайкнул, ну, добавил, там, как, добавил в избранное, либо в корзину, либо купил. И они, короче, сделали озон, разбил, и теперь можно как? Можно теперь отправлять отдельным мужчинам, отдельно женщинам, отдельно по городам и отдельно по возрасту. Это очень круто. То есть вы хотите там женщинам, кроме Москвы и Питера, отправить, да, потому что вас, например, по статистике Москва и Питер не покупают. Взяли, отправили только им. Она, соответственно, стоит дешевле, и, собственно, она работает две недели. То есть первый раз пуш-уведомление придет на телефон, ее уведомление на почте. Потом, типа, там, за... Это их бонус в какой-то ограниченный срок действия. Они там, по-моему, два или три раза напоминают. Типа, не забудьте, а то бонусы сгорят, и что-то там осталось, там, пару-тройку дней, как они сгорят. То есть этот инструмент хороший, в нем есть стата. То есть вы отправили, потратили, например, 900 рублей, да, там, по 100 человекам, которые в корзине ваш товар. Там с него, например, там потратили 900, покупок с него, там, ну, там, две, либо три тысячи, либо пять, либо десять. Он это показывает. Если кто-то покупает с рассылки бонусов, то вы потом в этой рассылке видите. Вот у меня работает хорошо градация. Я, типа, сейчас отправляю не всем подряд, как я делал эти первые раза. Я сейчас, типа, отдельно мужчины, отдельно женщины, там, отдельно, например, те, кто купил, отдельно те, которые там добавили в избранное, отдельно по городам. Вот, это на самом деле работает, и там потом показывается, собственно, сколько с этих бонусов вас покупают. Единственный момент, их надо этой рассылкой пользоваться не сразу, потому что хотя бы месяца через полтора, через два. Потому что вам надо сначала, чтобы месяц просто прошла индексация, потом нужно, чтобы товар, так сказать, набрал отзывы, да, и его кто-то купил, и там, подобавлял в избранное. То есть, да, как бы насчет трафика, ну, позаботиться о трафике, либо внешний трафик, да, либо внутренний, там, включать всякие продвижения и так далее. Вот, то есть, когда товар начнет, там, набирать сохранение, начнет набирать добавление в корзины и покупку, вот после этого сработает рассылка. Вот, ну, собственно, вот так, плюс, сейчас, еще есть плюс, маркетплейсы, Яндекс.Маркет, Озон и Валбрис, они прокачивают свои, помните, я рассказывал про внутренние социальные сети, как так сказать, внутренние социальные сети, то есть, Валбрисы, это называется ВБ Гуру, туда, где можно добавлять видосик, типа, сториз, типа, клипы ВКонтакте, типа, рилсы, типа, как оно там еще называется. Потом Яндекс.Маркет шоты выкатил, да, то есть, это тоже клип, который грузится через телефон, но не через приложение, селлер Яндекс, а через приложение просто Яндекс, как покупатель туда заходишь, через админку додаешь доступ менеджеру, который может грузить, и у тебя в функционале твоего, вот, в телефоне, да, приложения Яндекс.Маркет, там будут шоты добавить. Ты нажимаешь и добавляешь шот своего товара, крепишь товар. Оzone тоже прокачали, они, то есть, дают возможность скрепить вот это вот видео, да, то есть, видео, вот это вот, сториз, видео, рилс, видео, короче, обзор. И они теперь сделали, кроме прикрепления товара внизу, там еще можно ссылку, например, сразу на магазин, чтобы человек проваливался, да. То есть, например, он видит этот товар, нажимает на товар, и он проваливается вот в товар, в карточку этого товара. Туда можно ссылку там на магаз, например, да, либо, например, ссылку на, там, не знаю, на какую-то подборку. Ну, короче, типа они добавили ссылку, человек теперь может либо по ссылке провалиться, но внутри озона, либо нажать на товары провалиться, да, как бы, ну, прокачивают, ничего не скажу, нормально. Есть какие-то просмотры, есть какие-то переходы, есть какие-то комментарии от людей, то есть нормально. Ну и плюс, собственно, у ВБ есть статьи, да, у ВБ есть возможность писать статьи, там тоже показываются просмотры и так далее. То есть это, так сказать, ну, как я их называю, типа социальные сети, что ли, да, типа маркетплейсов, да, типа, а вы знали, что в маркетплейсах есть социальные сети? Вот типа того. Поэтому инструмент рабочий, если вы, если у вас есть там ВК-шечка, да, куда же без нее, либо у вас есть там что-то еще, кроме ВК-шечки, и вы туда грузите видосики, ну, собственно, можете подгрузить видосик и, как бы, да, вот там в Валберис Гуру, в Озон Моменты, либо в Яндекс.Марке. Вот, поэтому вот так. Так, ну, что тут у нас, у нас здесь подготовка к фотосессии полным ходом. У нас здесь, так как появилось, появится у нас бус, и теперь у нас несколько видов коробочек, соответственно, для бус отдельно, для браслетов отдельно, для двойных браслетов у нас такие вот коробочки будут. Вот, готовимся, вон там вовсю, джаз пилит, пилит, вон там вот, как бы, вот так вот выглядит не очень красиво в сторис, но это будет очень красиво, по факту, там браслеты, бусы, новые коллекции. Вот, и, собственно, завтра будем уже все фотографировать и, собственно, снимать все. Вот так. Показываю за кулисой, вон тут джаз чего творяет. Ку-куху, поехала уже в 3 часа ночи. Вот, короче, ребятушки. Красивые двойные. Такие, ну, будет, третий еще есть, третий, вон они там лежат. Мы всего три, мы от четвертых решили отказаться, потому что кое-что там не понравилось, кое-что там не допили, но эти прям готовы полностью тут с запайкой. Короче, тут несколько узлов. Как эта штука называется, я все забываю. Гуру. Вот это вот бусина Гуру. На серебре, про что я говорил. Вот, у нас там несколько узлов, чтобы они все крепко держались. Тройная нить. Ну, короче, завтра будем все фотографировать и, собственно, внедрять. Скуб? Скубу тоже нравится. Сначала отстреливаем для Яндекс.Маркета, потому что у него там особое требование для первой карточки. Первая карточка должна быть там либо на белом фоне, либо там, не помню, на каком-то сыроватом. И ничего, кроме продукта, ничего не должно быть. То есть, у нас там есть вот Яндекс.Маркета ТЗ, которая, собственно, обрисовывает, как должны быть сфотографированы именно аксессуары. Вот, то есть, конкретно на белом фоне. Там три ракурса, там сверху, сбоку. И вот мы сейчас отстреливаем для Яндекс.Маркета. Старое все. Как я говорил, переделываем новую коллекцию. И понеслись такие фотографии, уже обычные. Фотографирование новой коллекции. Сейчас быстренько на белом фоне бахнем и побежим дальше. Я где-то в примерно 6 часов вечера сел за разработку новых моделей, разработку новых бус, за тестирование новой упаковочки. Вот она, собственно, больше, квадратнее. И, собственно, покажу, что у нас получится по факту. Фотосессии у нас 8-го числа, но выпуск выйдет после того, как мы бахнем фотосессию и внедрим уже бусы в новую коллекцию, новые браслеты. Короче, будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 4 часа ночи и тестовые модели завершены. Я их сейчас покажу, что у меня получилось. Так выглядит продуктивное утро после того, как ты пилил до 5 утра новинки. И цель выполнена. Готовимся к фотосессии. Покодельница в деле, вторые сутки не выхожу из-за квартиры. Готовимся к фотосессии. За это время успел сварить борщец. Вон он там. Вот так. Сейчас, к сожалению или к счастью, на фотосессии у нас не будет. У нас будут бусы. Сейчас покажу, какие. Спасибо. Спасибо. Не теребонькать руками. Ну, это же невозможно. Как бусы, которые висят на тебе, да, они теребонькат руками. Это же полный, ну, как бы, бред. Поэтому, собственно, красная нить себя повела не очень хорошо. Ты, получается, их вот, ну, в руке вот здесь вот держишь, трогаешь. Это невозможно не делать, не трогать. Она перетерлась и не проходили даже месяц. Поэтому я решил красную нить убрать. Потому что нам такого точно не нужно. Мы делаем качественный продукт. И я не хочу, чтобы после того, как люди, которые, клиенты, которые купят бусы, через месяц они у них развалились. Да, как бы это неприемлемо. Поэтому другую нить нашел. И у нас бусы на тройной нити, которая, ну, я не знаю, как бы, очень хорошего качества. И точно с ними ничего не должно случиться. Еще момент какой. Вот это тросик, про который я говорил. Ювелирный трос. И у меня, так сказать, был тоже опыт работы с ним. Но мне не понравилось, как ты его берешь. И бусы, там расстояние между камнями. Потому что ты его, ну, типа, не получается с ним, короче, так работать. Он не такой по тактильным ощущениям. В нем бусы тактильно, скажем так, не такие, не так себя ведут, как, например, с нитью. Поэтому, как бы, ювелирный трос. Эти бусы, по крайней мере, это наши варианты первые, да, которые пойдут на маркеты. Они без ювелирного троса, хотя мы ювелирный трос брали и, там, условно, стоимостью, там, 300 рублей и стоимостью 3000 рублей. Да, как бы, ну, очень супер тут уж, они крутые. Прям, типа, и комплект вот такой вот, вот таких вот. Вот, но, типа, 100 метров, там, что-то, 5,5, по-моему, вот. Это нам обошелся что-то 500 или 700 рублей. Вот, и, короче, я поработал с этим материалом. Он мне не очень понравился. Может быть, дальше четкий, либо что-то будет, как бы, с этим материалом, но пока нет. Поэтому у нас много, много новинок будет, да, и, собственно, этот вот выпуск, я не знаю, успею я его до фотосессии смонтировать или нет. Этот выпуск, так сказать, про наши новиночки, вот. И еще сейчас скажу один момент тоже. Надел на себя все сразу, как это, все хорошее надеваю сразу, да. И, короче, а то мне как-то сделали, снимал видосик, опубликовал выпуск, и мне сделали замечание, типа, а что вы там в выпуске, не в ваших браслетах, да, и, как бы, так как выпуск в основном про новые коллекции и про бусы, я вот, ну, все хорошее надел сразу, да. Короче, про что я хотел сказать? Про то, что мы думали, что продаж за новогодние праздники будет гораздо больше. На самом деле их, там, по пальцам посчитать, сколько, по-моему, 3 продажи после Нового года. Да, больше всего остатков у нас не выкупов на, конечно же, на Вайлберис. Вот, как всегда они, да, эти остатки хер знает где, от Питера до, там, до Подольска. Вот, что еще, какой момент, если брать маркеты, чем бы поделиться, да, так как я же все-таки рассказываю это и показываю людям, которые в дальнейшем... Либо просто им интересно со стороны селлера наблюдать, да, как заходить, либо, ну, людям, которые вот только новички и не знают, в каком направлении копать, а в каком не копать, да, они, как бы, посмотрят, и им немножечко станет полегче, да, то есть этот путь проходить, потому что мы его проходим уже. Блин, по поводу ВБ больше всего возвратов, отказов по непонятным причинам, по поводу Озона больше всего продаж, по поводу Яндекс.Маркета, ну, нормально, как бы тоже потихонечку продается, не могу сказать, что прям так, как хотелось бы, но и опять же, по поводу отзывов, у нас страдают отзывы, пока у нас не такое количество, как хотелось бы, потому что, как я говорил, когда вы заходите на маркеты, то не забывайте про самовыкупы, да, про самовыкупы, потому что как бы вы круто карточку товара не сделали, какой бы супердизайнер вам его не делал, если у вас нет рейтинга на карточке, будет она валяться внизу. Конечно же, мне будет очень приятно, если вы там хлопните какой-нибудь лайкосик, треснете там куда-то в колокол, я просто везде гружу, где как бы, где могу грузить, я везде гружу, вот, рассказываю о наших потугах, да, поэтому мне будет очень приятно, если вы там треснете в колокол, где-то подпишетесь, где-то там не хочется негатива в этом году, хочется позитива, позитивную реакцию какую-то там отправить, и будет приятно. какой-нибудь комментарий хороший напишите, будет приятно, либо что-то спросите, напишите мне, я там что знаю, с удовольствием отвечу, там в каких-то моментах проконсультирую просто, поэтому надо помогать друг другу, и как бы я считаю, что можно развиваться и пытаться в непростых условиях тоже двигаться вперед. Пока. Друзья, ну слушайте, я не я буду, если не покажу в этом новом выпуске про маркетплейсы, как мы что-то не отвозим на склад Вайлдберрис в Чертаново, например, в минус 25 градусов, да, поэтому куда же у нас без ВБшечки-то. Друзья, помните, я рассказывал про дырку в заборе Вайлдберрис, помните, у меня была такая повесть, ух ты, ешкинь-кот, вот, короче, Вайлдберрис, они соорудили два забо, два, короче, сыгробы в виде забора, и вот такую надпись, короче, интегрировали в палет какой-то, что ближайший, ну, короче, типа не проходить, вот, потому что, походу, а вот это упал уже, вот там было написано, что не проходить, походу, здесь, либо после моего того видео они интегрировали эти бумажечки в сугроб, либо кто-то разбился и не смог доставить, но я думаю, все хорошо, все, все доставляется. Друзья, на ВБ заказ отнес, вон там сзади склад, я вам скажу, такое очень увлекательное занятие, в минус 20 отвозить что-то на ВБ, ну, а что делать, что делать, надо развиваться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!